Добрый вечер! В эфире Вести Карачаево-Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Дефицит лекарственных препаратов, искусственное завышение цен на них. Эти и другие вопросы обсудили представители ОНФ, Минздрава и парламента. Как восстанавливаются легкие после перенесенной коронавирусной инфекции? Как и где в республике можно пройти реабилитацию? Репортаж Вестей. Привлечение внимания к вопросам охраны окружающей среды в Карачаево-Черкесии, как и по всей стране, желающие написали экологический диктант. Институт омонадства в черкеско-российских отношениях вышла в свет книга Фатимы Озовой. Веду напряженной эпидемиологической ситуации главы республики Хрошидом Темрезовым приняты дополнительные меры по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Так, с сегодняшнего дня и до особого распоряжения приостанавливается работа предприятий общепита с 23 часов до 6 утра и организация развлекательных мероприятий. Школьникам, студентам, которые продолжают учебу дистанционно, как и работникам на удаленке, рекомендовано как можно реже выходить из дома. Запрещено проведение различных культурных мероприятий. Посещение кинотеатров, концертных залов допускается при условии одновременного присутствия не более 20% от общей вместимости зала. Санитарные и эпидемиологические мероприятия в местах массового сбора людей будут продолжены, как и контролирующие рейды. И вести из Оперштаба. Сегодня в Харачево-Чекисии выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 11 тысяч 1 человек. Из них 6 тысяч 916 выздоровели, 909 госпитализированы. С дня на день ожидается поступление лекарственных средств для лечения облаторных больных, зараженных коронавирусной инфекцией. Из резервов резервного фонда правительства России выделены средства на приобретение необходимых медикаментов. Об этом, а также о дефиците лекарственных препаратов в аптеках и искусственном завышении цен на них говорили активисты Народного фронта, депутаты Народного собрания и представители здравоохранения. Мадина Каракетова подробнее. То, что в аптеках Карачева-Черкесии существует проблема с дефицитом лекарств, предназначенных для лечения больных новой коронавирусной инфекцией, не секрет. Поиски тех или иных лекарственных препаратов самими гражданами очень активно ведутся и через социальные сети, и через WhatsApp-группы. Мы это все с вами видим, мы сами в этом участвуем, как общественники, в этом участвуют благотворительные фонды. Проблема не в том, что здесь кто-то скрывает в аптеках препараты под прилавком. Проблема в том, что их невозможно достать на фармрынке. Многих наименований просто нет. И одним из основных вопросов, которые обсудили участники заседания Народного фронта, стал вопрос об обеспечении бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Как известно, на эти цели из Резервного фонда правительства России регионам, в том числе и Карачаево-Черкесии, выделены необходимые средства. По словам заместителя министра здравоохранения Карачаево-Черкесии Динары Камурзаевой, в Минздрав России заявка о потребности в лекарственных препаратах была подана с учетом эпидситуации в республике. Законтрактованы в настоящее время все категории препаратов, которые прописаны в методических рекомендациях для оказания помощи данному сегменту. В ближайшие дни планируется поставка этих препаратов. К большому сожалению, из-за массовой заболеваемости имеет место проблема дефектуры, так как вся страна нуждается в лекарствах. У нас ограничено количество заводов по производству медикаментов. Но, к счастью, мы успели зарезервировать необходимое в условиях соглашения количество препаратов. И по мере поступления мы уже будем выдавать их на амбулаторном приеме. Медицинская помощь амбулаторным больным COVID-19 будет оказываться на дому. Выезжают специалисты на дом, оценивают состояние. Берется исследование, ПЦР-исследование на выявление. Если в данный момент пациент имеет легкую или среднюю тяжесть, не требующую каких-то дополнительных вмешательств, ему тут же выдаются лекарственные средства. И дальше в дистанционном режиме пациент наблюдается. В случае необходимости добавления лекарственных препаратов, по мере присоединения каких-либо других симптомов, связанных непосредственно с коронавирусом, препараты будут дополнительно поставляться конкретному лицу, нуждающемуся в нем. Это касается непосредственно препаратов, направленных на лечение коронавирусной инфекции, а не хронических заболеваний. Участники заседания также обсудили ситуацию с дефицитом лекарств и причиной повышения цен на них. Представитель антимонопольной службы Инус Матакаев предложил гражданам обращаться к ним в случаях, когда они заметят в тех или иных аптеках необоснованное, на их взгляд, завышение цены, заверил, что каждый случай будет тщательно рассмотрен и приняты меры, особенно если это касается препаратов, внесенных в категорию жизненно важных. Решение этих вопросов, к сожалению, не на уровне республики. Мы наверняка сегодня выработаем предложения, которые будут направлены на федеральный уровень, потому что там необходимо принимать меры, дополнительное государственное регулирование данного рынка, иначе мы не сможем вытянуть эту ситуацию до конца. Только своими, так сказать, мерами, которые мы можем принять здесь. Даже те, кто переболел коронавирусной инфекцией в легкой форме и избежал попадания в стационар, говорят, что заболевание не проходит бесследно, долго держится одышка, а кто-то жалуется на, что при дыхании слышны хрипы. Однако врачи уверены, что легкие после ковида могут восстановиться полностью. Что для этого нужно делать, расскажет Мурадженкезов. Коронавирусная инфекция, как правило, при тяжелых формах заболевания приводит к фиброзу легких, то есть замене нормальной ткани на рубец. Изначально все боялись, что ткани легких не будут поддаваться лечению. Сейчас стало понятно, что легкие все-таки восстанавливаются, причем самостоятельно. Исход вирусной пневмонии, ковидной этиологии – это фиброз. Тем самым это способствует снижению функциональной активности легких, уменьшается легочный объем, появляются признаки или остаются, точнее, остаточные явления в виде дыхательной недостаточности. И вследствие этого является ухудшение качества жизни. Вся работа медицинского центра по реабилитации пациентов после COVID-19 основана на методических рекомендациях, которые разработал и направил в регионы Минздрав России. Реабилитацию медицинскую мы изучаем, проводим, согласно методическим рекомендациям Союза реабилитологов России. Значит, имеются две версии выпущены. Вот последняя версия тоже была, вторая версия. И мы, в общем-то, собираемся, изучаем это. Если есть у нас вопросы, мы по телемедицинским услугам. Нам подключили недавно такую услугу тоже. Консультируем своих пациентов с научно-медицинским и исследовательским центром. Это курортология и реабилитология в Москве. По словам специалистов, лучшее, что могут сделать перенесшие коронавирусные инфекции и другие заболевания – это помочь себе здоровым образом жизни и дыхательной гимнастикой. На сегодняшний день после перенесенной болезни самое главное для пациента – это пройти реабилитацию и полностью восстановиться. И начинаем, как всегда, мы с дыхательной гимнастики, дальше присоединяем суставную гимнастику и выполняем физические упражнения, которые помогают эффективно добиться этих целей. Современная методика реабилитации предусматривает применение общеразвивающих и специальных упражнений. Общие улучшают функцию всех органов и систем, а специальные направлены на улучшение функции дыхания. Физкультура, каждый день хожу, вот сюда чувствую, делаю эту физкультуру, мне легче становится, легче. Я вот на реабилитацию второй раз лежу, очень мне нравится, очень мне нравится, очень. Врачи такие внимательные, хорошие. Когда занимаюсь, мне легче становится. Каждый день я хожу, по полчаса занимаюсь. Заниматься физкультурой и спортом после коронавируса можно и нужно, как и после любого другого заболевания, но нужно подходить к этому дозированно и без фанатизма. Например, для пожилых людей можно посоветовать занятия скандинавской ходьбой, однако и здесь существуют противопоказания, а потому следует непременно обращаться к врачу за рекомендациями по реабилитации. Мурат Жентьюзов, Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии осадки. Дождь, мокрый снег, местами сильные. В отдельных районах туман, гололед, налипание мокрого снега. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем в горах будут порывы до 11-14. Температура ночью минус 4 плюс 1, днем плюс 2 плюс 7. В горах местами минус 4 плюс 1. В черкесске временами осадки, дождь, мокрый снег. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 1 плюс 1, днем 5-7 градусов тепла. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Продолжаем выпуск. Сегодня в республике прошел всероссийский экологический диктант. Мероприятие было проведено в честь Всемирного дня вторичной переработки отходов. Основная цель написания экодиктанта – привлечение внимания к вопросам охраны окружающей среды. В нем приняли участие все желающие. Диктант прошел как в онлайн, так и в оффлайн формате. В нашей республике для этих целей было организовано несколько десятков площадок. Одной из них стал исполнительный комитет Карачао-Черкесского регионального отделения партии «Единая Россия». Участникам нужно было ответить на 25 вопросов, касающихся сферы экологии. В этом году организовано 42 площадки. В том числе это образовательные организации, общие образовательные организации, колледжи, вузы, а также министерства, ведомства принимают активное участие в этом году. Учредителями данного диктанта стало Министерство просвещения, Министерство природных ресурсов и экологии, Министерство сельского хозяйства и Управление по делам молодежи. Данная акция вызывает повышенный интерес среди жителей нашей республики. Большое количество обычных жителей, простых, в этом году принимают участие. По нашим почетам около 20 тысяч участников. «Литературные вести» вышла в свет книга доктора исторических наук Фатимы Озовой «Института монатства в черкеско-российских отношениях» в период с 1552 до 1829 годы. Книга стала докторской диссертацией работы автора, которая была защищена в Российской академии наук в 2019 году. Она представляет анализ мирных связей Московского царства Российской империи с Черкесией через исследование их посольско-дипломатического аспекта, фокусировавшегося в Институте монатства и тех трансформаций, которые он претерпел в течение 300 лет сотрудничества. Раскрывается вклад в становление многонационального российского государства княжеской династии инолидов, занимавшей выдающееся положение в Черкесии и в России. Про князей черкасских института монатства будет интересно прочитать не только научным работникам, преподавателям и студентам, но и самой широкой аудитории книголюбов увлекающихся историей. Это все вести прямо сейчас в первой серии фильма «Теорема Пифагора». «Теорема Пифагора»